Значит, самое простое и правильное действие – это человек должен привести вам конкретные примеры, то есть вы ему даете некое задание, да, вот, он говорит «да», и дальше вы ему говорите, ну, ты конкретно что будешь делать, да, в чем будет конкретно твоя деятельность заключаться, какую последовательность шагов ты изберешь, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что, значит, закончишь с закатом, что в твоем случае будет закат, то, что в телефоне указано как время заката или когда потемнеет на улице. Мы же как обычно, у нас, мы что-то думаем про конкретные вещи, да, частные, и потом мы это обобщаем, и дальше, вот, когда человек вам отчитывается или когда вы понимаете, что он там, как бы, принял на себя задачу, он что-то конкретное подумал и это обобщил. Вы имеете дело с обобщением, вот, и вы это обобщение можете прочесть по-своему, потому что вы приложите к его пониманию этого обобщения свои собственные какие-то практически эмпирические вещи, какие-то свои собственные примеры. И вам может казаться, что вы договорились, потому что на уровне обобщения все вроде бы выглядит более-менее, как бы, правдоподобно. Но как только вы начинаете уточнять, что человек будет делать, да, какие он шаги предпримет, с кем он будет коммуницировать, у кого он что попросит и как он это сделает, то есть как только вы переходите от обобщения вот к потенциальной эмпирии, с которой столкнется ваш сотрудник, коллега, партнер, там, и так далее, то вы сможете понять, соответствуют ли ваши примеры, объясняющие это обобщение, тем, которые используют ваш визави. Вот, и в этом случае у вас может, как бы, вы поймете, что да, вы тут сбиваетесь, или речь идет действительно о разных вещах, и вы просто единообразно обобщили разные опыты, разное видение реальности, разное понимание ситуации. Вот, поэтому всегда от обобщений переходите вот к конкретизации и задавайте уточняющие вопросы, что конкретно будет происходить, что человек конкретно будет делать и так далее.